Готовь сани летом, а телегу зимой. Коммунальщики отныне будут работать по новому принципу. Теперь за каждой управляющей компанией закрепят определенный участок города, где на протяжении всей зимы им предстоит заниматься уборкой снега. Это делается для того, чтобы впредь не повторить ошибки прошлых лет, когда коммунальщиков много, а снег вывезти некому. С хозяйственниками уже работает мэрия. Об этом губернатору Игорю Кошину доложила глава города. Татьяна Федорова отчиталась о работе администрации за текущий год. В ходе беседы было затронуто много важных тем. Доклад заслушал и наш корреспондент Олег Хатанзейский. Сейчас мэрия активно готовится к предстоящей зиме. Чтобы впредь не повторять ошибки прошлых лет, глава региона поручил Татьяне Федоровой за управляющими компаниями закрепить определенные участки города. В этом году активизируйте, соберите управляющие компании, наречьте им участки, работа. Вот должен быть весь город, четкая полная. Все эти проезды, наши заезды, ну должен быть порядок. Мы отмежевали все дома на сегодняшний день, и территория за каждым домом закреплена за управляющими компаниями. Провели огромный год. Жители должны по сугробам ползать, выходя из дома, ну согласитесь. Работаем постоянно с управляющими компаниями. Да, было постоянно у нас разборки, кто должен убирать домово-преддомовую территорию. В преддверии зимы глава региона интересуется проблемами по КТС. Они медленно, но решаются, рапортует мэр. По словам Татьяны Федоровой, эффективно работает система расщепления платежей. Это когда деньги собственников поступают не в управдом, а напрямую в ресурсоснабжающую организацию, каково является по КТС. Расщепление платежей нам позволило в прошлом году получить доход дополнительно от населения порядка 100 миллионов рублей. Это деньги именно и управляющие компании. И за счет этого мы все-таки немножко укрепили финансовое положение предприятия. Кроме того, оказали помощь в этом году порядка 8 миллионов рублей по КТС. В целом предприятие работает стабильно, зарплаты сотрудникам выплачивают вовремя, подчеркнула глава Наринмара. Впрочем, вопросы у губернатора все же остаются. Например, его не устраивает ситуация с ценниками на тарифы ЖКХ. Уж больно они завышены. Вопрос у меня. Тариф у нас в ПОКе какой? Значит, мы по отоплению за три года рост тарифа составил 1,6%. И по теплоснабжению составляет порядка 2200 без МДС. Ну, то есть 2600. С МДС 2600. Совершенно точно. А голыми 1300. Чем мы можем объяснить? Потому что город такой же, условия такие же, все такие же, природноклиматические, все один в один. Там 1300, у нас 2600. Подорожание тарифов на теплоснабжение связано с высокой стоимостью газа, докладывает Татьяна Федорова. Но Игорь Кошин остается при своем мнении. Цены на услуги ЖКХ в регионе должны быть гораздо ниже. Глава округа пообещал лично следить за ситуацией с тарифами. Дальше тема благоустройства. Этим летом, благодаря усилиям горожан и коммунальных служб с территории столицы региона, было вывезено больше 3000 кубов мусора. Высажены деревья, цветы, обновлены парковые зоны. Детские площадки – отдельная тема в докладе мэра. По ее словам, за три последних года в этом направлении удалось сделать огромный шаг вперед. В Наринмаре, говорит Татьяна Федорова, не осталось ни единой площадки в аварийном состоянии. Плохие площадки мы снесли, часть площадок заменили и продолжаем работать по замене детских площадок. Вот достаточно хорошие площадки у нас сейчас в центральной части появились. Речь во время доклада зашла и о четвертой школе. Перед началом учебного года образовательное учреждение находилось на грани закрытия. Причина тому – трещины, которые образовались в несущей стене здания. Сейчас они заделаны, но мера – это временная. После экспертизы она закончится только в конце декабря, окончательно определится будущее школы. Я надеюсь, что в сегодняшний день особых волнений нет, потому что провели усиление ряда конструкций, которые могли быть, которые могут, ну вызывали опасения, так назову. Кстати, помимо основной в здании будет проходить и независимая экспертиза. Это личное поручение Игоря Кошина. А пока же учебный процесс в школе продолжается. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.